Публикация выступлений делегатов конференциями продолжается. Конференция была принята постановление по политической платформе нашей партийной организации обращение к первичным партийным организациям Украины, в котором делегаты конференции призвали поддержать требования партийной конференции Политехнического института, изложенные в заявлении в адрес ЦК Компартии Украины и Горгома партии. В котором коммунисты института выразили неудовлетворенность кодов и динамикой развития демократических преобразований партийной организации республики, деятельность у партийных органов города и республики по руководству им, а также потребовали публикации заявлений и ответов по сути поставленных вопросов в прессе. Обращение и заявление было передано в адрес ЦК Компартии Украины, Горгома партии, газетам «Лечебник» и «Гиев», «Правда Украины», «Бродянская Украина». По предложению делегата конференции Покровского им, Кирилл Алексеевича, в повестку дня прошедшей конференции был также включен вопрос о состоянии руководства республиканской партийной организации. Большинством голосов по этому вопросу было принято постановление высказать недоверие нынешнему составу политбюро ЦК Компартии Украины по результатам фактического руководства партийной организации республики в период с 1986 года по 1989 год, что привело к потере политического контроля над ситуацией республики. Напомню, на конференцию было избрано 1347 делегатов, зарегистрировалось 1124 делегата. На момент голосования по этому вопросу присутствовало 762 делегата. Голосовали за 482, вроде 186, воздержавность 94. На конференции было высказано и другое предложение. Ограничиться обсуждением вопроса на конференции и продолжить его обсуждение при встрече с членами политбюро. На следующий день, 19 января, состоялась встреча с первым секретарем паркома партии Анатолием Ивановичем Корниенко, директора института и секретаря паркома. Анатолий Иванович предложил провести встречу членов политбюро с коммунистами института. Это предложение совпало с желанием коммунистов нашего института. На сегодняшнюю встречу прибыли секретарь ЦК Компартии Украины товарищ Кравчук Леонид Макарович, первый секретарь горкома партии товарищ Корниенко Анатолий Иванович, член ЦК Компартии Украины, министр высшего образования республики товарищ Паркоменко Владимир Дмитриевич. Также присутствуют Горобенко Михаил Алексеевич, секретарь горкома партии, Теркач Виктор Наумович, первый секретарь журнала райкома партии, ответственные работники ЦК Компартии Украины, горкома партии и Минвуза. Есть предложение поручить ведение встречи рабочему президиуму прошедшей конференции и пригласить в президиум наших уважаемых гостей. Есть принципиальные возражения против Томбола? Нет? Тогда, пожалуйста, прошу президиуму. Что касается рабочего президиума, то он оказался несколько урезанным, так как представитель химико-технологического факультета Таталья Швудковская сейчас болеет, и ее нет на работе. Поэтому, если нет возражений, мы в общем малом составе будем проводить наше собрание. Нет возражений. Так, товарищи. Газета надрубовала в педсунктах Киевской конференции прошел певний час. Я думаю, что все коммунисти институты мали возможность все переосмислить, перечитать. За этот час появился пленок ЦК КПРС. И произошло многое, чего в другом общественном политическом жизни и в нашей республике. То, может, мы провели нашу встречу такой четвертой разговой. Я думаю, что я скажу и от Анатолия Ивановича, что мы рады, чтобы мы не выголошовали никаких ответов, промов, каких-то, чтобы была дискуссия, диалог, чтобы нам могли, все, кто этого захочет, поставить запитание, чтобы можно было выставить свою думку, уточнить те позиции, которые фрагментарно только назначены в платформе, институту и в материалах, которые обговорились. У нас так же хотелось, чтобы это была неформальная встреча такого характера, что, скажем, какая-то проголосуется промова, а потом на ней это выступы я не понимаю. Может, так мы могли побудовать эту встречу? Правильно. То есть было бы цикаво, а если я, скажем, заберу 40 минут Анатолій Иванович, не меньше, то уже тогда и дискуссия прекращается от того, просто. Я понял, есть пропозиция с выставкой, вместе с тем, регламент, я думаю, все равно нужно установить, потому что без регламента это может перейти но в этой ситуации, которая осталась, что материалы позначены глубиной в этой ситуации, которые происходят сейчас в республике, в стану политического и идеологического життя республики и и пошуками государства, которые сейчас в республике. Я только добавил, что они те же процессы, может, с какой-то модификацией, такие же самые происходят и в всей стране, не только в нашей республике. Коммунисты в нашей республике, что политическая ситуация, если они и подразделили это в документах. Но как в частности некоторых это природно, потому что подается один век справ. А на комплексный анализ ситуации, я хотел бы подразделить, что сама постановка вопроса конференции она целиком правильная. Люди хотят знать больше, а главное брать участие безусловно. Реки перебудови не дали людям возможности, особенно первенными партийными организациями, активно впливать, визначать политику и ставить вопрос так, как это записано в наших документах. То есть, слова расходятся с делами. и это я совсем без каких обмогов, без будь-яких, поделяю цю самую точку зону. больше без глубокого анализу того, что в республике, без анализу того, что робит центральный комитет, потому что, поверьте, не все это, что делается, я еще раз поделюсь, в комплексе подается для широких масс, может, не может, а это одним из грехов того, что мы еще не достигали своей межи власти демократии, которая должна достигать. Но тоже таки делать на основе не совсем полного анализу того, что есть, висновок про подставку, я подумал, что это можно было и не делать. Это моя особенная думка, потому что, вы знаете, зараз слово «вотставка» стало настолько модным и настолько… АПЛОДИСМЕНТЫ Слово предоставляется Северного партия Анатолия Ивановича «Карниеринга» с ответом на вопрос. Мы поступили в вопрос. Дорогие товарищи, мне хотелось только сказать одно, что вся та беспокойность, которая была у вас на вашей институтской конференции, а мы о ней узнали из рассказов, из анализа тех материалов, которые были опубликованы. Она разделяется нами, разделяется партийными работниками. Немало у нас сегодня острых, злободневных вопросов, на которые не так легко ответить, но есть огромное желание, чтобы мы все-таки сумели в это очень непростое время находить пути для решения социально-экономических, политических и других проблем, которые беспокоят всех трудящихся нашего города, все население, естественно, всех трудящихся нашей республики. Я еще хочу сказать в начале нашего выступления, в начале своего выступления, что и секретарят, императорского комитета партии, чувствует свою ответственность, а также и в том, что не так часто мы общаемся и с преподавателями, коммунистами, которые работают в вузах, которые сегодня работают с нашим молодежью, а проблем среди молодежи сейчас очень и очень много. Но достаточно вам сказать о том, что преступность за прошлый год выросла на 81%, и 70 примерно процентов относятся на счет молодых людей, немало других очень сложных, серьезных процессов, которые происходят. Я думаю, что для живой дискуссии нужно отдавать предпочтение вопросам зала. Мы все-таки пришли на какое-то общение с членами политбюро. записки это хорошо, если есть возможность задать вопрос зала, пожалуйста, председатель, давайте задавать. Я не возражаю против этого. спасибо, скажите, пожалуйста, все-таки непонятно, как, в угоду каких политических течений, вы могли сократить свой доклад с 15 минут до 10 минут, выбросив мнение большинства коммунистов, партийной организации города, и оставить письмо одного коммунистов. Более конкретно, скажите, пожалуйста. «Уважаемые товарищи, я еще раз хочу вам сказать о том, что решение городского комитета партии, которое было… по премуму ЦК КПСССР. Чтение их должно было задать примерно по скромным подсчетам минут до десяти. Да. В конце написано, пленум городского совета партии поручает общенам ЦК и премуму секретарю горком это листик данные решения февральского пленума то сведения до премума ЦК КПСССР. У меня вопрос, да. Да, до премума, до всего премума, не до редакционной комиссии, ни до чего. Я вообще, может быть, я не правильно понимаю, это то, устав партии, простите меня, Анатолий Иванович, я не понимаю, вы в своем разуме сказали, что вам было важно высказать свое мнение на премуме. Я не понимаю, что вы должны были сделать, высказать свое мнение или выполнить решение, простите меня, премума, горкома партии. Я ищуру отвечаю на этот вопрос, что в повестке дня обсуждалась платформа. В шестой статье, извините, пожалуйста, вчера в правде и прапоре коммунизма, я еще раз хочу подчеркнуть из протокола, шестой статье Конституции, моем выступлении, я извиняюсь, я не представился, Анатолий Артемович. У меня второй вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к мнению тех коммунистов и тех жителей города Киева, которых пришло вчера на митинг немало, там говорят по подсчетам около 30 тысяч было, которые все в своих выступлениях и в одобрении после этих выступлений выражали вам недоверие за это выступление на пленунице. Я понимаю вашу улыбку, я понимаю вашу улыбку, и вы хотите, чтобы я ответил на этот вопрос таким образом, что я, значит, целиком и полностью принимаю решение этого митинга, которое было вчера по этому поводу. Я вам еще раз отвечаю совершенно искренне и честно. Вот свое отношение к этому делу. Я воспринимаю это самокритично. У микрофона бывшая, репрессирована в годы застоя Кубрицкая Алла Васильевна. У меня к вам вопрос. Когда? Вот я только тогда поверю в эту руководящую роль партии, которая сейчас находится у руля. И только тогда поверю в перестройку, когда будут привлечены к уголовной ответственности те административно-бюрократические аппаратчики, партаппаратчики за то, что они занимались в годы застоя репрессиями. Репрессировали разного рода репрессии, создавали лично мне за то, что разоблачила ряд преступников действий, их высокопоставных лиц. Меня репрессировали. Меня лишили работы. Пять лет не работало. Лишили куска хлеба совершенно. Мало того, что не давали работы, не давали жить спокойно. Вот. Извините. Я вас прошу, еще раз прошу вопрос такой. Когда будут привлечены к уголовной ответственности? Поименно. Рудич, заводилом науки ЦК Компартии Украины, который теплое место получил, заместитель его сейчас, Курас, как можно волку доручать посты ягня, когда они сами занимались репрессией? Вот мне вопрос. Я ничего вам ответить не могу. Конкретно. Конкретно. Ваше личное мнение. У меня очень интересует вопрос. Ваше личное мнение. И как голосовали секретари на плену, на секретаре Горкова, по предложениям коммуниста Сарита? Вы лично голосовали за или против? И остальные секретари Горкова. Была избрана, или, вернее, в самом начале, была избрана комиссия. В этой комиссии было человек, по-моему, 19 или 27, я не помню. И эта комиссия на протяжении длительного времени отрабатывала проект постановления. И там был и товарищ Сарит. Комиссия вносила уже на плену городского комитета партии предложение без предложения товарища Сария. Они остались все в комиссии. Ваше личное мнение. Я голосовал за то предложение, которое было внесено комиссией. Я вас прошу, в данном случае, если вы сейчас голосовали за предложение... Я за поддержку Горбачева. Но я за то также, чтобы мы сегодня очень трезво и спокойно посмотрели и на серьезные недостатки и просчеты, которые были допущены и в последние годы. Вот я вам достаточно личное мнение. Еще один вопрос. Я тоже считаю, что так нельзя ставить вопрос. Те руководители, которые не были избраны в состав... вернее, не были избраны депутатами, народными депутатами. Значит, надо в каждом конкретном случае подходить. Но что вы мне хотите сказать, если в Москве все коммунисты... Я пошел, будем говорить откровенно, на поводу у наших высокопостоящих партийных руководителей. И вместо собрания, мы начинаем, вообще говоря, в перепалку вступать. Товарищ Селиванов записал этот доклад для выступления. За семь минут, честное слово, он бы высказал, четче, яснее, все свои предложения, чем, вы смотрите, три его вопроса заняло, я по часам смотрю, заняло девять минут. Поэтому я все-таки вношу следующее предложение. Как вы на это смотрите? Прекратить... Прекратить подавать больше вопросов. Вопросов столько, что на них ответить, на все на них ответить, будет трудно. Первое. Второе. Предоставить слово выступающим товарищам. И потом дать слово Леониду Макаровичу для ответа на вопросы. Нет. 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 Как, товарищи, принимаются или нет? Нет. 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 Извините, мы же уже один раз выступали, вот две недели назад было общее собрание института, где все мы высказали. Сейчас надо услышать ответы на эти вопросы. Зачем нам еще раз выступление? Я тоже поддерживаю, что надо ответить на вопросы вопросов много. Одного этот человек интересует или другого, третьего, но каждого интересует. После вопросов, если же будут ответы даны, и потребуются какие-то выступления, могут люди добавить. Правильно. А так это будет повторение. Сначала, как говорят, мы выступим, потом опять на вопросы отвечать. Надо ответить на вопросы, как мы прошли. И вообще сегодня встреча. Встреча вопросов и ответов. Они собрали. Я прошу вас на поддержку. Михаил Законович, мы собрали. Поэтому извините, извините, все-таки собрали. Потому что иначе, иначе это как-то выглядит непонятно. Анатолий Игоревич, один товарищ как-то доказывал, что выборы один из одного – это тоже есть альтернатива. Да. Поэтому вот вот примерно то, что вы объясняете. Все-таки я настаиваю и на том, что другие ответы... Давайте голосовать. Не надо ставить на голосование. Нет! Большинство, если вы мне верите как председателя. Поэтому, наверное, Игорь Михайлович, ваша черта. Разрешите одно предложение. Товарищ председатель, разрешите одно предложение. Пожалуйста. Косинский Виктор Сергеевич, радиофакультет. У меня есть предложение. Вот преамбула нашего собрания, там было с цифрами, сколько присутствовало, сколько не присутствовало. Сегодня мы услышали, какой коллектив сегодня здесь присутствует. Товарищи поступило предложение формировать резолюцию нашей встречи. Ладно, я буду бюрократом. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Счетчику проявить инициативу буквально каждому сидящему. Ну, то есть, пожалуйста, молодые. Я прошу счетчиков встать. Перед началом, к сожалению, не все ко мне подошли. Должно быть 20 счетчиков. Пожалуйста, счетчики встать. Сами непонятно, за что будем голосовать. Уважаемые товарищи, сегодня встреча, но встреча не рядовая, а ответственная. Мы сегодня должны решить, восстанавливаем мы свое доверие или поддержим. Значит, если это так повестка дня формулируется, это другое. Я, например, не понимаю, почему меняется повестка дня. Сегодня встреча с ответами, и если это кто-то вносит предложение отменить то резолюцию, значит. То есть, я, например, не понял, вот, когда открывали собрание... Нет, конечно.